В этом ролике мы продолжаем говорить про самую густонаселенную страну в мире, где производится почти все. Это 10 интересных фактов про Китай, часть 2. В Китае посетителям магазинов Икеа разрешено отдыхать и даже спать на продаваемой мебели. Самоубийство – очень большая проблема в Китае. В среднем каждые две минуты в Китае происходит суицид. Абсолютно все панды в мире принадлежат Китаю. Китай сдает панд зоопаркам других стран за 1 миллион долларов в год. А если у этих панд рождается детеныш, то его сразу отправляют на самолете обратно в Китай. В Китае периодически открываются фальшивые магазины Apple, которые торгуют поддельными гаджетами. Самое интересное то, что работники этих магазинов зачастую сами не знают, что их магазин липовый. В Китае существуют лагеря для лечения интернет-зависимых. Только 7% населения Китая считают себя верующими. Таким образом, Китай является наименее религиозной страной в мире. Но 7% населения Китая – это более 100 миллионов человек, многие из которых являются христианами. По данным BBC, в Китае каждую неделю в воскресенье в церковь ходит больше людей, чем во всей Европе вместе взятой. Если взять всех китайцев и попросить их пройти мимо вас колонной по одному, то эта колонна никогда не закончится. Потому что в Китае каждый день рождается 45 тысяч людей. Многие китайские богачи специально ищут и нанимают себе двойника, который в случае чего будет сидеть в тюрьме вместо них, пока сами они находятся где-нибудь за границей и отдыхают. За последние 15 лет за взяточничество в Китае казнили более 15 тысяч чиновников. Время от времени казнят даже высокопоставленных партийных чиновников и миллиардеров. Причем часто казни являются публичными и любой желающий может прийти посмотреть. Но даже несмотря на столь жесткие меры, коррупция в стране все равно продолжает существовать. Во многих китайских городах воздух настолько сильно засорен, что многие люди постоянно носят респираторы. Также в Китае набирает популярность такая вещь, как чистый сжатый воздух в баллонах. Стоит такой баллон 10 долларов, что примерно в 50 раз дороже, чем бутылка воды. Причем воздух бывает разных типов, в зависимости от того, где он произведен. Например, во французских Альпах, в Канаде или в Тибете. Я часто слышу от разных людей слова о том, какие китайцы молодцы. Что подняли экономику так, что обогнали США, что имеют большую армию, быстро плодятся, казнят чиновников и так далее. Но так ли хорошо от этого всего простым китайцам? Большинство из них находятся за чертой бедности и даже не могут себе позволить самые необходимые вещи, производимые в их стране на экспорт. Многие из них, по сути, являются просто рабами на больших фабриках и заводах, которые работают за еду. Китайцы не соблюдают многие международные договоренности касательно экологии и только наращивают темпы производства. Во что превратится природа Китая к концу столетия, просто страшно представить. Ну а на этом все. Если вы еще не видели мои видео про Японию и Северную Корею, то советую вам посмотреть. Ссылки на экране и вот в этой подсказке. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Также я буду очень рад вашим комментариям. С вами был Демиос. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok